Посты, лайки и хештеги, их рабочий сленг и источник дохода. Речь идет о блогерах. Сегодня эти ребята отмечают свой профессиональный праздник. День блогера впервые стали праздновать 15 лет назад. Тогда об этой профессии знали в основном за рубежом. Сейчас она набирает обороты и в России. И не только в крупных городах, но и в таких небольших, как наш. Какой контент интересен белореченцам и как быстро окупается личный блог, нам рассказал владелец интернет-портала «Окей-город» Антон Паскуряков. Екатерина, здравствуйте. Мне тут жители скидывают, что пару часов назад возле Великовечного произошло ДТП. Опять начинается распространение слухов. Были жертвы, не были. Человек пьяный, не пьяный водитель. Можете предоставить свою официальную информацию по этому поводу? У меня сюда или сами публикуете на «Окей-город». Рабочий день блогера ненормированный. Он может начаться в парке, завершиться на концерте. Владелец интернет-портала «Окей-город» Антон Паскуряков говорит, что надо работать не до шести, а головой и всегда быть в курсе событий. Начинал в феврале 2018-го именно «Окей-город», не считая прошлые проекты. И первые полгода, в принципе, никто не хотел работать, сотрудничать толком. То есть никакой прибыли не было речи вообще. Молча, терпеливо развивал, делать контент каждый день. Ну и, конечно, желательно вложение денег. На самом деле, тоже один из основных пунктов. Без него намного все дольше, может развернуться несколько лет. Антон рассказывает, что результат напрямую зависит от уникального контента. Здесь важно понять, на какую аудиторию работает блог и что этим людям интересно. Например, на «Окей-городе» самые популярные новости – это дорожные происшествия. А в дополнение человеку предлагается сопутствующая информация – афиша или расписание движения автобусов. От количества посетителей сайта напрямую зависит количество рекламодателей, а значит и заработок блогера. Я создаю трафик, охват, который в дальнейшем уже продаю предпринимателям. Что, мол, смотрите, у нас больше 10 тысяч посещений сайта за месяц. И уже тогда предприниматели готовы покупать такую рекламу. Антон Проскуряков всегда в работе. Даже во время нашей беседы он в прямом эфире Инстаграма и ВКонтакте. В погоне за уникальным контентом все средства хороши. Это связано с сильной конкуренцией в социальной сети. А начиналось блогерство с обычного желания высказаться. Изначально блогерство, да и сейчас оно таким осталось. Закладывается как творчество, прежде всего. То есть, когда только все это начиналось, люди, возможно, даже не преследовали цели заработать. Они, может, не понимали, что на это можно хорошо зарабатывать. И делали просто ролики, которые людям интересны, контент. Сегодня большая часть бизнеса ушла в интернет. Появились бизнес-блоги и люди-бренды, которые с помощью своего аккаунта зарабатывают на собственном имени. По данным независимого исследовательского агентства, за последний год российские блогеры заработали на рекламе 5 миллиардов рублей. В погоне за лайками и уникальными селфи люди порой забывают о собственной безопасности и о реальной жизни с живым общением. И все же сегодня блог остается уникальным способом заявить о себе. Важно найти свою тему и рассказать о простых и знакомых вещах по-новому. Саида Кикова, Сергей Чернецов. События и люди.